Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 10 октября, день Савватия. Почитается память преподобного отца Савватия Соловецкого чудотворца. Он является основателем Соловецкого монастыря. Пострых принял в Белоозерском монастыре, но вскоре отправился на остров Валаам. Там вели более строгий образ жизни. Братья удивились смирению и терпению Савватия. Узнав о том, что недалеко в Белом море есть остров, Савватий решил отправиться туда. После смерти Савватия там стали селиться другие отшельники и образовался монастырь. Кстати, я был на Соловках. В народе сегодняшний день называют днем Савватия пчельника. Его считают небесным покровителем пчел. Пчеловоды в этот день стараются закончить необходимое приготовление к зиме. Убирают последние ули в омшаннике. Омшаннике – это утепленное помещение для зимовки пчел. Хозяйки на завтрак пекут специальное печенье с медом, которое съедали всей семьей. Детям сегодня велят помолиться преподобному Савватию. Считается, что дети в возрасте до 12 лет безгрешны. Приметы. Если сегодня погода суха, зима поздно наступит. Гроза на Савватии – зима будет бесснежной, короткой и достаточно теплой. Если шишек на елях и соснах сегодня мало, зима будет мягкой. Пчелы плотно залепляют литок в холодной зиме. Облака сегодня плывут по направлению с юга на север, к ненастью и наоборот. Я бы в таком санатории пожила бы. Мне вообще очень нравятся блюда, которые вы в целебной кулинарии готовите. Только иногда мне лень их делать себе. Ну как лень? Ну вот сейчас в разговоре. Как-то хорошо. А вот я вот… Так как мы используем блендер, это всё можно было измельчить очень быстро в блендере. Тогда это превратилось бы как бы в напиток такой густой. Мне захотелось увидеть прям завтрак-завтрак. Ну вот завтрак-завтрак. Пилите, Шурочка, пилите. Ничего-ничего. Дело в том, что как раз когда идёт процесс приготовления пищи, человек тратит энергию, аппетит возбуждается и блюдо, которое мы приготовим с любовью к себе, съедим с большим удовольствием и аппетитом. Вот видите, как я всё это быстренько получу. Вот. Так вообще надо без кожурки есть даже, когда вот дома ешь? Желательно без кожурки, потому что всё это лежит, где-то там хранится. На поверхности различные грибки, бактерии. И когда мы с вами всё это употребляем, естественно, могут быть такие расстройства, вплоть до отравлений. Поэтому желательно не скушать. Обдали кипятком, сняли вот эту вот кожуру и всё. Ну что, у нас первый завтрак готов или нет ещё? И мы сейчас будем измельчать. А, давайте. Чтоб у нас измельчённые были. Вот. Смотрите, вот у нас всё-таки орешков было больше. Для того, чтобы, как бы сказать, их протолкнуть, мы с вами можем, знаете, что сделать? Вот Танюша начала делать морковочку. Ну морковку там мы с вами тоже можем перекрутить. И мотор отвинца. Класс! Усовершенствовали метод, ну действительно. Царская печать царской печатью, а современные приборы домашней бытовой кухни никто не отменял. И смотри, что у нас получилось. Ты измельчила вручную, я это измельчил с помощью современной техники. У нас здесь уже фаршик, который содержит морковку. И... Тогда чернослив измельчите. Конечно, и чернослив можно измельчить. Он замочен. Или его порезать лучше? Нет, если здесь нету... Косточек? Нет, нет, косточек нет. Лишний раз мы ещё проверим. Нет ли здесь косточек. Давайте. И если их нет, у нас получится великолепная паста. А вам кажется, вот такого объёма одного яблока для рецептуры достаточно, да? Можно использовать от одного до трёх яблок, не более. И потом, смотрите, горсточку миндаля мы с вами использовали, одну морковочку, вот, немножечко лимончика кто любит. Геннадий Петрович, это два рецепта. Первый очень... Только яблоко и мёд. А вот это всё великолепие. Чернослив, морковь, миндаль и сгущёнка. Это уже второй рецепт. Хорошо, да. Так она и идёт у нас. Пошёл. Опа. Опа. Двенадцатые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активизирует в сознании человека чувство милосердия и сострадания. Сутки имеют свой символ сердца, который повсеместно связывают с милосердием и состраданием. Считается, что если в этот день не оказывать милосердия и сострадания, то можно самому этого лишиться. Сегодня противопоказанное проявляет злобу и ненависть. Не следует отчаиваться и плакать. Наоборот, молитесь, просите, меняйтесь, становитесь иной личностью. Сегодня не следует перенапрягаться. Наоборот, ограничьтесь с пешеходными прогулками, с любимым человеком. Питание сегодня жидкое. Свежевыжатые соки, отвары трав, фруктовые компоты. Свежевыжатые соки, отвары трав, фруктовые компоты. Тринадцатая лунная сутки. Дело идет к полнолунию. Приливная волна в океане вновь набирает силу. А в организме усиливается циркуляция всех жидкостных средств. Крови, лимфы. Усиливаются и обменные процессы в организме, ведущие к его обновлению и умоложению. Что касается энергетической активности, то есть энергия находится в пищеварительных органах, от работы которых во многом зависит обновление ткани. Чтобы максимально использовать особенности этих суток, ешьте только свежую пищу, пейте свежие соки, обновляющие кровь, явночные и свекольные. В готовые блюда добавляйте по горсточке проросшей пшеницы. Прилетствуются совместные действия, направленные на получение и обмен знаний. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!